Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и сейчас я вам хочу рассказать об игре Нордгард, которая находится в раннем доступе. Недавно я наткнулся на эту немного странную смесь цивилизаций, сетлеров и какой-нибудь real-time стратегии. С одной стороны, геймплей интересный, вообще так, идея мне понравилась, поэтому я и хочу рассказать об этой игре. А с другой Нордгард не так уж и много интересного в себе содержит. Достаточно поиграть несколько часов и все становится понятно. Но последнее я оправдываю все-таки ранней версии. И если разработчики действительно добавят побольше интересного, то игра получится как минимум заслуживающую внимания. Ну давайте к конкретике. Вы играете за один из кланов викингов. Ну тут сразу минус, как-то уже тема викингов немного поднадоела в играх и Скайрим, и Баннерсага. Посмотрите, викинги и викинги. Почему нельзя просто взять любые другие племена? Там, не знаю, пускай на карте будут вандалы, те же самые викинги, готы и славяне, предположим. Почему обязательно эти викингов надо притягивать за уши? Они находятся на острове. Ну мы с вами. Мы выбираем один из кланов, причем разница в этих кланах существенна. И наша цель победить. Причем опять же побед, вариантов побед несколько, что довольно необычно для таких вот реал-тайм стратегий. Это может быть военная победа, ну тут понятно, просто всех уничтожить. Победа развитием. Открыть, ну скажу в кавычках технологии, но тут не совсем технологии, тут скорее перки, бонусы к развитию. Когда откроете определенное их количество, вы получите научную победу. Либо победа славой, когда вы наберете тысячу очков славы, построите королевский холл, это сложно назвать замком, и будете контролировать 12 территорий. Каждая из этих побед достигается по-разному. Что значит контролировать 12 территорий? Вот вся ваша карта, ну это такой остров всегда, он поделен на зоны. Их большое количество, и постепенно вы должны их захватывать для развития. Причем тут несколько интересных идей. Во-первых, вы не можете вот просто так бегать юнитами по карте, чтобы ее разведывать. Вам нужно воспитать скаута, который будет вот подходить к границам вашей зоны и как бы всматриваться вдаль. Как только ползунок исследования будет полностью заполнен, вам эта зона откроется, и скаут сможет перейти к следующей границе и опять начать всматриваться вдаль, чтобы ее исследовать. Интересная, кстати, идея. Такая своя мини-игра получается отдельная. Ну и вот, когда скаут эту зону исследовал, и в этой зоне нет никаких врагов, то вы можете ее колонизировать, заплатив за это некоторое количество еды. Каждая следующая колонизация требует больше еды. Естественно, вы там можете исследовать технологии, которые снизят это требование. Ну, тут все понятно. Само развитие ваших поселений мне очень сеттлеров напоминает. Вообще вот движение юнитов, как они выглядят, очень на сеттлерс. Сеттлерс похоже, честно говоря. Развитие очень простое. Вы строите определенное здание, и туда отправляете некоторое количество ваших жителей. И они начинают в этом здании давать тот ресурс, на который это строение нацелено. При этом тут большая зависимость от ресурсов в зонах. То есть вы не можете добывать, например, мясо оленей, если в этой зоне нету оленей. Не можете добывать пшеницу, если нету ресурса пшеницы. Кроме того, ваше поселение ограничено количеством домов. То есть у вас не может быть больше жителей, чем построено домов. И счастье. Если у вас счастье уходит в минус, то у вас просто не появляются новые жители. А чем выше счастье, тем жители появляются быстрее. То есть там при плюс 5 счастье, следующий житель появится намного быстрее, чем при плюс 1. Ну и в общем-то все. Вот это вся незамысловатая механика, откровенно говоря. Одно защитное здание, башня, которая стреляет во врагов, появившихся в этой зоне. Несколько вспомогательных жителей, типа лекаря, который будет лечить ваших раненых юнитов. Только при наличии лекаря они будут лечиться, иначе раны остаются, и из-за ран жители работают хуже. А если у вас много раненых жителей, так еще это на счастье сказывается. При этом неплохая механика погоды. Тут мало того, что меняются пары года, то есть всегда есть ползунок, но идет год. То есть там март, апрель, май, июнь, при наступлении зимы у вас снижается поступление еды, даже скорее всего в минус оно у вас будет. Поступление дерева тоже. И вам надо не просто захватывать новые области, но и заботиться о том, чтобы у вас всегда были запасы на зиму. Кроме того, идет дождь, который тоже влияет на сбор. А во время зимы могут быть метели очень сильные, еще больше штрафов дают. Ну правда об этом всегда предупреждается на ползунки погоды. Но, тем не менее, часто не готов становишься к этому. Пользуйтесь Двагис для выбора товаров и услуг. Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе. Подробнее на сайте двагис.ру. Двагис, если быть точным. И вот здесь, в Нордгарде, смешано вот это удовольствие от развития своей цивилизации, как в той же Циве, да, от исследования территории, с экономической стратегией, как в Сеттлерсе. Но, несмотря на то, что, в принципе, играется интересно, я вот сейчас вам не рекомендую покупать эту игру. Давайте дождемся финального релиза. Вот если Endless Space 2 я вам рекомендовал, уже можно в нее интересно играть, то Нордгард, ну вот, я в нее наиграл часов 7. И, собственно, я уже все в ней увидел. Мне даже не удалось ни разу проиграть. Я, конечно, понимаю, что я умный парень, но, блин, сложности, по-моему, в Нордгарде нету вообще. Ты уже понял все механики. И, откровенно, здесь маловато всего. Хочется больше кланов. Хочется не просто, чтобы это разнообразие было, а, например, чтобы на карте не только 4 штуки, а там, например, штук 8 прям ты играл. Ну, большая проблема с генератором карт, потому что очень странно генерирует расположение кланов. Казалось бы, их 4. Должно быть ровно разбросано по острову так относительно друг друга. Нет, частенько прям через зону может быть уже соперник какой-то. И хотя сейчас мультиплеера нет, но он заявлен разработчиками. Если проблемы с генератором карт останутся, то мультиплеер будет просто неиграбелен. Да и вообще кланы выглядят на данный момент несбалансированы. Лучше всего побеждать войной. Это просто проще всего, тем более, что каждый военный юнит еще и счастье дает. Всем остальным кланам для счастья нужно дома строить, определенные туда жителей сажать. Так вообще каждый воин дает счастье. У военного клана построить 10 воинов, и у тебя будет постоянный прирост жителей, а еще воины меньше еды потребляют, и ходи всех захватывать. Дипломатии практически нету. Все, что связано с дипломатией, это просто торговля, возможность посылать караваны. То есть если ты в войне, то ты... Даже не караваны, там нету караванов. В здании торгового поста ты можешь выбрать торговать, типа. Хотя, кроме как у тебя будет минус этого ресурса и плюс денег, оно никак не отражается. Если ты в войне с этим кланом, то ты не можешь торговать, и все. Разнообразия вариантов развития тоже нету, несмотря на несколько заявленных возможностей победы, на самом деле путь развития все равно один и тот же. Желательно как можно больше держать счастье, и чтобы у вас было как можно больше жителей, которые будут давать как можно больше еды, и таким образом вы больше зон сможете захватить, и опять больше жителей, больше строений построить, больше обрабатывать и так далее. То есть такой в геометрической прогрессии вал жителей, который и на экономику положительно влияет, и все. Если вот это все поправят, изменят, добавят новые какие-то механики, то игра, несмотря на свою такую простоту и, в принципе, незамысловатость, выглядит очень интересно. Ну да, она играется в реал-тайм, то есть в реальном времени, но никаких ускорений и замедлений времени тут нету, как в том же Stellaris. Просто все время на одной скорости. Так что задел, в принципе, виден. Вот ранний доступ меня заинтересовал, да, так что, видите, я даже решил вам обзор на эту игру сделать. Но пока я бы не рекомендовал ее покупать. Давайте дождемся финального релиза, и там уже посмотрим, стоит ли Нордгард нашего внимания. А на этом все. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просм. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры.